как же я люблю эту жизнь кайф поберегись зак стой только не это ура ой только походу я плавать не умею на тебе же детский спасательный круг как ты можешь тонуть подожди зак дворецкий у тебя сегодня рабочий день почему ты бассейне так это же ваши родители уехали на неделю как почему мне никто не сказал так вот я вам и говорю получается я теперь один дома ну как один я же с вами и родители не будут знать что я делаю но я-то буду девочки вы это видите подвинься ничего не видно это чё дом миллионера я такой дом видела только на обложке журнала который на мусорке нашла ой он сюда бежит валим стойте вы куда это ты нам ну да кому же еще что вы тут делали да вот в мяч играли так он же сдутый да мы короче просто смотрели на твой дом а мы уже уходим что и несу кажется я опозорилась перед этим богатым красивым парнем а где вы живете да там через два квартала подвал есть мистер дони вам запрещено общаться с этими детьми чего у них даже игрушек нет посмотрите на этот ужасный сдутый мяч он нет мистер дони быстро уходим вдруг эти дети заразные вот противные эти богачи ужас и не говори его что с тобой я просто никогда не видела такого красивого парня то есть такого красивого дома уходим этим богачам не до таких бедных как мы так что здесь сейчас было вам нельзя общаться с такими бедными детьми да у меня вообще нет друзей с кем не общаться ребята у вас много друзей пишите в комментариях у вас школе миллионеров есть одноклассники да там все зануды и ботаны вы себе на выдумывали даже родители постоянно только работе думают добрый день а это еще кто вы новый тренер по танцам да ну да какие еще танцы мистер доник вашей семьи так принято может уже начнем каждая минута будет стоить вам денег у меня денег много все деньги лежат хранилище деньги в хранилище ну ладно как скажете повторяйте движение за мной а вы точно тренер по танцам ну конечно такое ощущение что у вас судороги мальчик ты там денежки уже готов к себе продолжает танцевать так все мне это фигня надоело мистер доник не уходите значит денежки в хранилище отлично девчата я готов отбивать а я готова ловить перчаткой который мы стырили с магазина уху на счет 3 офигеть вы тоже любите играть бейсбол опа это тот богатский соплях пришел а дворецкого который нас выгнал ты тоже привел послушайте случилось недоразумение недоразумение сейчас перед нами стоит мне надоело одному играть бейсбол можно я с вами так так что можно ну почему ты не такой как мы ссори может поспорим на деньги кто победит да мы его сделаем нас реально сделал этот богатенький слюнтяй да ребят мы проиграли по ходу блин как-то в тебя доме короче походу мы должны тебе денег которых у нас нет ну и не надо давайте мы просто пройдем ко мне домой мы весело проведем время вау я за его он вообще-то богатый а мы бедные у меня есть личный макдональдс и парк аттракционов чего мы стоим погнали проходите прошу мой мак вау никогда не пробовали макдональдс у тебя есть дома офигеть ты чувствуете это для вас реально но можно это попробовать мистер донни вы привели этих бедных детей к нам в дом да я решил с ними поближе познакомиться я же говорил что нельзя зак ты наверное что-то перепутал домой я решаю кто здесь будет вы конечно извините но зарплату мне платит ваш папа а он такому не обрадуется ребята как вам макдональдс офигенный а ты уже не такой ужасный парень как казался еще и симпатичный бой мне срочно надо выпить успокоительное я не выдержу наплыва бомжей ну и вали давай пока родителей нет можешь поплавать в бассейне я скорее поплаваю в бассейне из своих слез после этих костей иди быстрее мы сейчас не успеем сделать задуманное там точно все разузнала ну конечно я же говорю что не в доме хранилище добрый день вы кто я синди няня вам же нужна была няня ну да а вы кто мужчина и я нэйт пришел готовить еду ну еще кое-что сделать странно мне говорили что пришлют только няню так повара в комплекте небольшой бонус вы долго работаете няня и поваром да я только сегодня этот дурацкий костюм надел думаешь что говоришь мы работаем больше 10 лет тогда можно посмотреть ваши документики смотрите только правда на нашем принтере немножко краска закончилась вы печатали документы сами да не слушайте его он немного чуть-чуть он нездоров за ну есть конечно немного короче мы очень хорошие специалисты и вы не пожалеете ну ладно посмотрим что вы умеете проходите ой вас так много какие вы милые вы зачем приперлись в наш дом но доме я теперь буду приглядывать за тобой мне никто не нужен вот бы нам так надоело уже грязных шмотках ходить сейчас я посмотрю на тебя нянька я вам подойдет убирай не нужно так делать ты же хороший мальчик ты моя прислуга и будешь делать то что я скажу еще убирай да я тебе сейчас так ладно я же не просто так сюда пришла и запомни без стука в мою комнату не входи это да можешь унижать людей тебе за это ничего не будет да я просто слой на эту няню зачем она мне нужна донни нам уже пора идти да и вправду уже нужно я тоже пойду ева подожди не уходи я вижу что тебе тут понравилось останься еще крис нам точно пора валить а тебе донни спасибо за хороший день проведенный у тебя в доме а его пусть еще здесь останется я должен убедиться что ты умеешь готовить конечно умею у меня вот даже костюм повара есть мне нужно знать чем ты будешь кормить семью ладно говори что делать вот тебе овощи приготовь из них суп да вообще легко тебя что резать не научили да у вас тут просто нож тупой не режет тупой тут не нож на что это вы намекаете давай уже суп готов суп почти готов ты же овощи не помыл и кинул их кастрюлю они все в земле да это блюдо такое там просто очень много витаминов такое точно едят конечно ты просто ничего не понимаешь а мы разошлись пацаны антоний едет на роликах донни ты вообще не видишь куда едешь простите я еще даже работать не начал а вы мне уже должны за моральный ущерб донни в доме запрещено кататься на роликах ты забыл я сам решаю устанавливаю правила тут когда мы уже воруем этот дом так сейчас по расписанию миссера донни маска и маникюр тебе маску будут делать обалдеть а можно и мне его приглашаю тебя со мной мы пришли сюда найти хранилище а занимаемся какой-то фигней нам нужно отвлечь этих мелких ага мы вообще рассчитывали что будет только донни а теперь еще и его мне кажется это его нам точно не помешает а что вы делаете ждем пока ты покажете хранилище с где вы храните свои грязные вещи мне же надо убрать что-то вы мне не очень нравитесь мелкий ты нам тоже но ради дела я готов на все донни ева а давайте сделаем кое-что прикольное а мне тоже можно ну конечно ты же гости в нашем доме ну рассказывай что прикольно вы могли придумать держи будете поливать цветы я этого никогда не делал у нас есть садовник который занимается поливом растений а я бы хотела поливать цветы они же потом такие красивые вырастают ну если его хочет тогда я согласен вот и отлично ты согласился ради меня на это конечно ты ведь мне полет больше тот и получит от меня мини приз ну посмотрим что за приз алика только одна а чем мне поливать возьми мою мне не нужен никакой приз спасибо конечно но я кое-что придумала смотри интересно ну что поехали отлично этих об болтусов я отвлекла буду посмотрю что дурачок повар делает поздравляю и какой же будет приз ели а где твоя няня и где мой приз она нас что кинула а это что это iphone ты что никогда не видела такого нет у меня никогда не было телефона если хочешь забирай его держи дарю правда да ты просто очень хорошая и я решил сделать тебе приятно я думала ты противный богатенький ребенок а ты оказался таким хорошим скучали без меня опять эта нянька за нами ходит ну донь я же должна следить за тобой а что это у вас в руках сейчас будем рисовать ухты мне не 5 лет я не хочу рисовать рисование покажет ваши таланты а что мы рисовать будем нарисуйте меня серьезно сейчас такого накалякаю ну показывайте у меня вот что получилось у меня вот точная копия вы прям один в один дай сюда будем другое рисовать а может природу нарисуем ты его рисуешь что хочешь а доня пускай нарисует хранилище с деньгами о денежки я люблю можешь еще карту нарисовать которая ведет хранилищу и где золото находится а так мы карту сокровищ рисуем ну да сейчас попробую что-то нарисовать только побыстрее где хранилище мне нужны деньги тони а это не слишком это весело ну да согласна сфоткой доставай свой новый телефон ага а каким пользоваться смотри включаешь нажимаешь на экран чтобы сфоткать сфоткай меня рядом с ним я друзьям покажу давай давай я придумал кое-что получше смотри это она сейчас бахнет ага можешь тоже на камеру снять это все что-то взрывы помогите его валим что за шум да я спал а эти двое меня напугали то тебе разрешил спать мы же пришли хранилище найти да я знаю знаю просто устал я с папой ходил на охоту сейчас я вам покажу мастер-класс давай стреляй так нужно хорошенько прицелиться ой прости я случайно эээ кажется в кого-то попали а кошмар кто это сделал кто придумал эту дурацкую игру не знаю без понятия нужно его спасти до вашего дворец кому конечно досталось из-за вас вообще-то ой все вы сейчас ложитесь спать по днем у нас в темном подвале никто спать так рано не ложится тихий час нужен детям да сколько можно я подвал пижамы принесла офигеть у меня пижамы тоже не было только ради нее я уже хочу спать его ты правда хочешь спать днем ну да это же прикольно как раз отдохнем какая хорошая девочка кажется наш план скоро сработает его ну только ради тебя я соглашаюсь на этот дневной сон отлично а теперь спать а я где буду спать ну можешь лечь на картонку сейчас ну хорошо подождите я не хочу чтобы я вас плана полу давай меняться вот ты ради меня ляжешь на пол ну да мне пофиг кто где будет спать ложитесь давайте я за вами слежу слежу я она походу спит реально давай свалим отсюда пока она сладко храпит сможем поиграть playstation о давай я конечно не знаю что это но звучит прикольно только нужно переодеться да не смотри что это на и делает кажется он ворует золото ого это получается он преступник срочно бежим дворецкому нужно ему сказать обожаю оборовать миллионеров сейчас еще в хранилище пойдем там столько всего так где-то тут пицца бродит так и знала что нужно само идти на это дело а не тащить на это ну что готово ем уже 15 минут что у тебя возле хранилища да это решил бутербрек себе сделать я ведь повар ты придурок а не повар открывай давай хранилище все из рук валится дай мне этот ключ вау да тут ничего нет не понял стоять и не двигаться ой ага мы тут убирались вообще-то я все знаю вы воры и хотели украсть деньги из моего дома да они я боюсь ева стой за мной не волнуйся а теперь служите сюда мы пришли забрать бабки но нашли мы только это хранилище где золото вообще-то все в банке а для чего это хранилище здесь хранится вся семейная реликвия то есть бабки мы сегодня не получим жесть это полиция сейчас их повяжут я сразу начал подозревать что что-то не то даже мне не показались странными зак и что ты теперь будешь делать ты же их дом пригласил я тут причем я же ничего даже не сделал а это ты скажешь моему папе сейчас остальна сливой наедине только не увольняйте меня пожалуйста пожалуйста не увольняйте потом поговорим уходи тони спасибо тебе конечно за эти приключения но мне уже пора уходить погоди тебе некуда идти у меня комнат много я понимаю но твои родители приедут и они не очень будут рады моему присутствию давай как раз дождемся их приезда я вас познакомлю ну не знаю мне тут как-то не очень удобно а еще я хочу сделать тебе подарок так ты мне уже телефон подарил и что я хочу сделать тебе приятно идем за мной почему ева остается у нас кажется я влюбился мистер донни вам что нравится этот беднячка мне неважно есть у нее деньги или нет она очень хорошая девушка она ходит в лохмотьях с ней будет стыдно на людях показаться я переоделась его ты прекрасно выглядишь это его серьезно ну да это я и это шикарное платье подарил ну так она хоть на приличную девушку похоже донни я в восторге от этого платья спасибо тебе тогда давай сходим с тобой на до свидания ну давай кажется лишь мальчик повзрослел пойду позвоню твоим родителям обраду их следующий раз мы вернемся и украдем у них деньги ага а ты в дворец кого переоденешься да если надо будет и переоденешься в баре и и скажешь что пришел с концертом понял 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 это похоже на нашу училку хотя нет фигня какая-то ой я тоже так сделаю нет фигня какая-то да художник из тебя никакой ну как вам не стыдно ну мам мы так развлекаемся не мешай выкидывать доллары это не развлечение лучше выпить соку фу дешевый сок я пить не буду а я купил катя сок очень полезный он сделан из слезы единорога и пыльцы бабочек занесены в красную книгу я же говорю напиток для бомжей давай только договоримся мам если ты хочешь развести кого-то на деньги то нет я этим уже не занимаюсь так как ты идешь новую школу давай так чтобы тебя не выгнали с дня ну хотя бы пару месяцев продержись ма какая школа все мы спать ложимся да мы спать спят вообще-то ночью а ну-ка быстро встали мам ночью мы тусуемся а спим днем если не встанете то не получите деньги вау мне тоже дадут деньги чё лежишь быстро вставай фух вот это территорию брала ку-ку о эндрю это ты я пришел тебе провести школу из дома вот это ты джентльмен а который час мы в школу не опоздаем не опоздаем я тебя домчу со скоростью света на чем смотри стырил вчера в супермаркете и еще бомж за мной гнался что мой папа ладно прыгай моя принцесса это лишнее держи ой рюкзак забыла у меня самый лучший парень на свете поехали привет я тут новенькая ага а я старенький да нет ты вроде бы хорошо сохранился так говори что хотела что я хотела авось блин всегда же работала ой какая вкусная колбаска в буке вкусно да я думаю такой бутерброд тебе понравится больше ой наш директор такой красивый здрасте мисс мари какой здрасте правильно говорить добрый день ага а что вы там плячете твои двойки понятно добрый день мисс мари как я рада вас видеть мои любимые ученики а чё вы мне такого не сказали мои любимые ученики те которые пишут контрольное на хорошие оценки то есть мы а что это у тебя на голове мэлани да это эндрю не справился с управлением и я влетела в мусорный бак какой ужас тебе не провокать так эрик тебе еще одна двойка эх что то так есть хочется у меня как раз кое что есть это что это косточки сегодня даже удалось найти с остатками мяса наверное сегодня твой день как же наемся ням ням праздничный обед удался да так ребята а вы почему задерживаетесь измините я клею костюм мэлони вот и задержались о атеэрик а я сжала над ними поэтому я опоздала извините не мог такое пропустить ха-ха-ха-ха ну привидос это здесь у меня урок а чего это ты опаздываешь Опаздываешь. И ты перепутала урок, наверное? Я не знаю, на какой урок она пришла, но я точно знаю, где хранится весь золотой запас у нашей страны. У нее на шее. Что? Да я только 1% украшения делал. На мои уроки я запрещаю опаздывать. То есть вы хотите, чтобы я рано вставала и шла на ваш урок? Нет. Да как ты смеешь? Да я... Да я... Что? Будете свистеть в свисток и всех оплевывать? Круто! А ты наша новенькая? Ты ничего такая! Блин, она наша новенькая. Да. Эм, у вас что, вечеринка бомжей? Сори, я без костюма. Да. Вы реально здесь учитесь? Мы проводим тут кучу времени. Да, это правда. Да, школа мой второй дом. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну конечно. Ты же тут дрыхнешь 24 на 7. Эндрю, может ты сделаешь за меня домашку? Да, без проблем. Мне не сложно. Эй, ну ты же мой парень. Ой, ну подумаешь один раз. Сделаешь домашку, чтобы я мог ей дать писать? Так, ну что, садимся на места. Ага. Что еще сделать? Эх, какая же она крутая. Катя, а какой у тебя любимый урок? Ха-ха-ха. Последний, конечно. Ха-ха. Блин, Эндрю, я забыла. Что, не закрыла свой картонный дом? Да нет, я Жужу забыла покормить. Кого, кого? Жужу. Ну и чем ты ее собралась кормить? Ну как это чем? Она у меня умная. Сама найдет. Давай, иди, иди. Мисс Валерина, у вас там, это, на, на плече. Кто? А-а-а, на плече. Ха-ха-ха. Мелани, ну чего ты обиделась? Дома никого нету. Ну как это нет? Я же говорю с тобой. Иди к своей новенькой и ей стучи. Ясно? Я же люблю только тебя. Так, молодежь, что у вас здесь происходит? Ваша дочка на меня обиделась. Мелани, ты что, не хватало еще упустить такого видного парня? Ха-ха, может тебе хоть повезет. Ладно, пойду я. Доча, давай выходи. Нужно идти купаться, пока не стемнело. Папа, ну тут нет воды. Ночью не было дождя. Ничего, умыться хватит. Готово. Наконец-то я дома. О, доченька, а чего ты такая уставшая? Мам, ну зачем ты меня грузишь? Ты лучше поесть. Ой, милая, я закажу доставку. Пусть лучше доставят тебе мужа. Может, хоть тогда ты не будешь меня доставать. Эх, я бы была не против. А то надоело самой зарабатывать эти миллионы. Пап, а куда это мы идем? И почему ты такой счастливый? Сейчас узнаешь. Что, опять богатых людей будем грабить? Доченька, у тебя появится новая мама. Что? Твоя жена, что будет жить вот в этом шикарном доме? Я ее нашел на сайте знакомств. Эээ, какой сайт? У нас даже телефонов нет. У нас нету, а у тети Аманды есть. Папа, ну ты же обещал больше не воровать. А я и не воровал. Я проходил курсы по фотошопу. Кого? Потом поймешь. Мам, и что мне кушать? Ой, представляешь, я была сегодня на маникюре, потом на педикюре, а потом укладку делала. А еда в этот список входит? О чем это ты? Что важнее, красота или какая-то еда? Да, ясно. Опять это бомжатская икра. А почему ты не рассказываешь, как у тебя дела в школе? Удивительно, как ты продержалась там весь день. Ой, ма, не начинай. Мне нужен релакс. Все, я в душ. Ну что, доченька, ты уже приняла ванну? Мам, а ты уже приняла таблетки? Ой, ну не умничай. Давай быстрее, к нам придут гости. Какие еще гости? Ты что, наконец-то завела себе друзей? Лучше. Я нашла себе мужа. Ха, где ты могла его найти? На сайте знакомств. Смотри. Ого, он что, такой богатый? Представляешь, у тебя, возможно, появится... Только не говори, что сестра. У тебя, возможно, появится своя личная яхта. Вау, я всегда о таком мечтала. А можно еще личный самолет? Конечно, моя сладкая. Моя хорошая. Ух ты, я буду еще круче. Ю-ху. Здрасте, гости дорогие. Проходите. Папа, а это кто? Это твоя новая мама. Да уж, знала я, что у тебя вкус не очень. Как добрались? Наверное, на вашем кабриолете ехали. Ну, если тележку из магазина можно считать кабриолетом... Ха-ха, какая у тебя милая дочь. А я смотрю, вы в дизайнерских вещах. А, да, да, это новый бренд. Мусоровье. Ого, даже я не могу себе такого позволить. Ну, вы проходите, проходите. Вау, вот это домина. Что-что? Говорю, красиво, красиво. Конечно, не так по-богатому, как у меня в Майами. Ну, тоже ничего. А как вы решились выставить свою анкету на сайте знакомства? Ну, у нас с дочерью не было чего есть. И вот. Ой, вы такой шутник, я не могу. Кстати, у меня для вас подарок. Я согласна. Я теперь буду дочкой не миллионера, а миллиардера. Нифига себе мой папа ужасную женушку себе нашел. А-а-а-а, помогите. Мы нас напали. Ты, ты, ты что здесь, доброводницей подрабатываешь? Что ты делаешь в моей лакшери ванной? Твоя? Ого. Только не говори, что та тетенька, которая выходит замуж за моего папу, твоя мама. Что? Так, а ну-ка пошли разбираться. Эй, будешь тянуть, придется платить ущерб. Один миллион долларов. Мама, и как это понимать? О, уже познакомились? Молодцы. Пап, это Катя, моя одноклассница. И она мне должна ущерб один миллион долларов. Ой, Мэл, для нас это вообще не деньги. Пап, мама, и это твой богатый муж? Ну да. И вот, он сделал мне предложение. Мама, это все неправда. Мама, они бомши. И как тебе не стыдно? Зачем людей оскорблять? Да ты посмотри, в чем они одеты. Да это же мусоровье. Дизайнеры высшего класса. Дизайнеры? Да это же бомши, с которыми вы дрались за эти шмотки. Девочки, хотите заработать? Ой, ну точно бизнесмен. Так, Мэл, веди свою одноклассницу в курс дела. Вот же мама, подсунула мне свинью. Слышишь? Сама ты свинья. Таким, как ты, еще везет. Эй, думаешь, я вообще рада, что попала в дом миллионеров? Фу! Конечно, рада. И куда мы идем вообще? Мы идем к нашему инвестору. Вот мы и пришли. Инвестор. Эй, малявка, ты что обзываешь? Ты что, привела меня к бомжам? Тихо ты. Мы как их там, бизнесвумен. И сколько же ты получишь за эти бутылки? Ну, я думаю, где-то один цент. Это же золотая монета. Я согласна. Классно. Класс. Ты что? Эй, ты что, ненормальная? Всю нашу месячную зарплату съела. Капец. О, девочки, как процветается ваш бизнес? Процветает не то слово. У нее в желудке. Ну, вы и смешные. А тебе хоть понравилось? Не хочу об этом говорить. Я просто надеюсь, что когда вы с моей мамой поженитесь, то мы не поедем к вам в гости бомжевать. Да вы просто-напросто туда не поместитесь. Ой, представляете, я только что уволилась с работы. Мам, ну зачем? Так у меня же муж миллиардер. Может, скажем ей? Да нет. Переедем к вам тогда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...